Автор победного мяча Максим Кайнов с нами после матча. Максим, какие впечатления и, резюмируя эту игру, какие можно итоги подвести? Впечатления самые положительные. Удалось добиться победы в последней игре первой половины сезона. Итоги первой половины, наверное, поднимем с тренером, но, в принципе, можно считать удовлетворительно. Второй тайм практически уже у собственных ворот провели, да, прижимались. Такая установка была и рассчитывали на такую именно контратаку? Я бы не сказал, что мы сильно прижимались. Мы играли вторым номером, но при всем этом у нас тоже были моменты. Кирилл Никитин у нас выходил один на один, так что свои моменты у нас были. Как и Рубин мог забивать, так и мы могли забивать. Считаю, что счет по игре. Все-таки, да, считаете ли счет по игре? Было ли там нарушение правил, видели ли этот эпизод? Ну, я был рядом, да, с этим эпизодом. Там защитник руками за футболку цеплял у Павленко. Я считаю, что фолл был. Все, спасибо большое, успехов. Спасибо. Главный тренер Владислав Прудиус после матча. Как в целом оценивать игру и закономерен ли результат на табло? Вы понимаете, результат всегда закономерен. Мы точно так же пропустили пенальти на 93-й минуте в игре с локомотивом. Я точно так же сказал, что самое главное в футболе, ну, уже во взрослом, поскольку они уже, скажем так, переходят в возрослый футбол, то это результат нужен. Поэтому вот эти разговоры команда заслуживают, не заслуживают победы. Есть результат, больше ничего нет. Но хочется огромное спасибо команде соперника пожелать, чтобы они неприятно пропускать в компенсированное время. И от души желаем побыстрее забыть. Эта команда очень хорошая. Мы с уважением, еще раз повторюсь, относимся к любому сопернику. Поэтому только пожелаю. Тем более, сегодня в составе было три футболиста из нашего училища. Старались они, хотели забить. Но пожелаем удачи в следующих играх. Концовка второго тайма отличалась, точнее, концовка первого тайма от начала второго. И в завершении игры все-таки вторым номером вы старались играть. Это изначально так планировалось? Или все-таки по ходу игры менялась тактика? Нет, мы последние игры сейчас играли вторым номером. Почему? Потому что у нас появились ребята третьего года рождения. И те требования, которые я выдвигаю, мы над ними работали со вторым годом практически три года. Поэтому просто ребята в силу того, что пришли недавно, еще не могут выполнять эти требования. Поэтому ситуация нас заставила пойти на такую тактику. Мы три или четыре последние игры только так и играем. Расчет идет на дисциплинированную игру на каждом участке поля. Плюс, естественно, быстрые атаки. Поэтому дает это пока результат. Зимой будем работать. Может, что-то новая тактика будет у нас. Поэтому ждите от нас сюрпризы. Спасибо, успехов!